Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Алина Сазонтова. Главные темы сегодня – плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. У нас сейчас записи до фактически 27 февраля, поэтому население активно записывается. Очередное заседание административной комиссии. Штраф в размере 4 тысяч рублей за впервые совершенные права нарушения является значительно финансовым временем. 9 февраля под председательством главы Десногорска прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день нарастающим итогом в городе зафиксировано 1976 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровело 1515 человек. В ковидном госпитале медсанчасти находится 43 человека. Около 30 коек остаются свободными. Амбулаторная нагрузка несколько уменьшилась, но заболеваемость сохраняется. В день бывает стационар поступает до 5-6 человек, выписывается примерно столько же, но заболеваемость немонии сохраняется. Поступившие на прошлой неделе 600 доз препарата «Спутник Ви» уже приняты в работу. Процедуру проводят до 4 бригад медиков. На 9 февраля первичную вакцинацию прошли уже более 1100 человек. Второй компонент вакцины получили 251 человек. У нас сейчас запись до фактически 27 февраля. Поэтому население активно записывается и по телефонам, и лично приходит в 106 кабинет. Соответственно, у нас очередь организована. Обзваниваем, прививаем. Чаще подвержены коронавирусу по-прежнему взрослые. Но за последнюю неделю был отмечен небольшой всплеск заболеваемости у юных горожан. С учетом стабилизации эпидемиологической обстановки было предложено возобновить работу учреждений культуры. Глава города поддержал предложение, но только с условием соблюдения санитарных требований и ежедневного мониторинга состояния здоровья персонала и учащихся. Очередное заседание административной комиссии прошло 9 февраля. Было рассмотрено 12 протоколов о нарушениях горожанами закона Смоленской области. Традиционно десногорцы пренебрегают правилами парковки автомобиля, а также шумят в ночное время, не думая о соседях. Вот как вы можете пояснить, что время 3.30, вы так отмечали свой день рождения, а сосед через стенку в 60-й квартире был вынужден обратиться в органы внутренних дел и вызвать наряд. По нарушению тишины в ночное время было рассмотрено 7 административных дел. По ним были вынесены штрафы от 1000 до 2000 рублей. Ощутимое наказание за неправильную парковку. Там штраф уже 4000. С такой суммой придется расстаться четырем горожанам. Но задача административной комиссии в первую очередь воспитательная, а не карательная. По этой причине было предложено выйти с инициативой в Смоленскую областную думу об изменении статьи 17.5, к которой относится в том числе и неправильная парковка. Сегодня штраф за это составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Предупреждений не предусмотрено. Внести такую санкцию и предложено административной комиссией. Необходимость внесения изменений в виде дополнительной меры ответственности вызвана значительным размером установленного минимального размера штрафа для граждан. Штраф в размере 4000 рублей за первые совершенные правонарушения является значительно финансовым бременем. Единогласным решением членов комиссии инициатива была поддержана. В конце выпуска о погоде. 11 февраля в Десногорске переменная облачность и небольшой снег. Днем минус 12, ночью будет минус 18. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова